Друзья, наступает библейский праздник Труб, Йон Труа, и также одновременно еврейский Новый год, Роша Шана. Поэтому я вас поздравляю отсюда, из прекрасного живописного места, столица Варшавы, шумно, многолюдно, но здесь такой островок, дорогие. И я просто желаю, чтобы такие островки, шалома, спокойствие, приятных встреч, поединенных с Господом и с вашими близкими, вы всегда находили, дорогие. И чем особенен просто этот праздник, друзья, чем особенен он для нас? Это не просто какое-то историческое воспоминание, его даже нет. Да, мы знаем, были события в Библии, когда мужи Божьи шафарили и падали стены, как в Ерехоне, шафарили ангелы. Но мы встречаемся, когда Господь давал слово, его голос был, как звук трубы. Когда Иоанн получал книгу Откровения, я хочу прочитать этот фрагмент, друзья, это тоже мощно. Голос Ешуа тоже был, как звук трубы. Первая глава с 10 стиха. Я был в духе, пишет Иоанн, в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, Алых и Бет, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли в церкви, и так далее. Друзья, то есть все откровение, всю книгу о будущих событиях, пророчески, он слушал, как трубный зов. Труба в Библии неспроста, дорогие, упоминается, как тот звук, который должен просто открыть наши уши духовные и физические, пробудить нас, дорогие, к правильным вещам. Поэтому пробуждайтесь, пусть это будет духовный будильник для каждого из нас. И давайте все вместе тоже шафарись, трубись туда, взывать к небесам, чтобы оттуда пришли ответы. Я вас обнимаю и благословляю, и желаю, чтобы всякая горечь была заменена Господом на сладость. И яблоки с медом, как традиционное обращение, будут хорошим напоминанием об этом. Я вас обнимаю и всем еще раз. Шана Тува и Гмар Хатима Тува. Чтобы наши имена были записаны, а тех, кого нет, будут обновлены в книге «Жизнь Агнса». Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok